Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 сентября и можно сказать, что лето уже прошло. Ну не можно сказать, а точно прошло. Но казалось бы, вот совсем недавно я сидела на этой же стиральной машине, в этой же теплице, рассказывала, как я готовлю к высадке томатов в теплицу. Теперь она у меня пустая. И я сейчас хочу снять этот видеоролик по другому вопросу. Поэтому, смотрите, мы, конечно, все же комментарии читаем, друг с другом общаемся. И до того, как я не читала эти комментарии, я не знала вообще о подогреве почвы, если честно. У нас это не распространено. Но как хочется все усовершенствовать, все лучше и лучше. И в этом году я поставила себе задачу. Во-первых, по совету зрителей решила сделать высокие грядки. Еще не сделала, попросила мужа, он мне пока что только короба сделал. Хочу сделать высокие грядки и хочу сделать почву с подогревом. Зачем я хочу это сделать? Ну все знаете, что я живу в сибирском регионе. И когда я начала смотреть, ну читать другие комментарии других людей, я вдруг узнала, что оказывается в теплицах у многих почва с подогревом. И этим самым они ускоряют получение урожая, то есть можно высадить раньше. И вот у нас для сибирского региона, мне кажется, это очень необходимо, потому что в этом году я высаживала в апреле. Тут у нас тепло, все, у меня греет вот этот инфракрасный обогреватель, солнышко. А почва у нас не прогревается, потому что она промерзшая, очень холодная. И фактически мы томаты высаживаем почти в мерзлый грунт. Но вот только растаивает и все. И я хочу сделать, конечно, и томатом хорошо, и себе хорошо. Будет более ранний урожай, будет почва с подогревом. Но тут у меня одна проблема. Если в огороде я знаю все и с завязанными глазами могу там все вам рассказать и показать, то в техническом плане я опять же с завязанными глазами. То есть я как слепой котенок, я вообще ничего здесь не понимаю. Вот у меня стоит задача, я знаю, что мне нужно поднять от почвы сантиметров хотя бы на 20-25, чтобы, ну как, она быстрее прогревается, чтобы не было этой мерзлой земли. И нужно туда сделать вот этот вот какой-то кабель. Тут я ничего не знаю. Я хочу попросить совета у тех, у кого, возможно, уже есть этот греющий кабель проложен. Или кто-то собирается, или кто-то слышал и знает. Я еще раз повторю, у нас ни у соседей ни у кого нет, ни у моих знакомых ни у кого нет. До нас вообще доходит все в последнюю очередь, потому что мы на самом-самом краешке России живем. И у нас теплица-то и то не у каждого. А про подогрев почвы вообще никто ничего не знает и не слышал. Я хочу вас спросить, если кто-то знает, пожалуйста, напишите в комментарии, или там как-то спишемся в одноклассниках, вот на какой длине, на какой глубине должен располагаться этот кабель? Вот сколько над ним сантиметров земли? Потому что, как я понимаю, маленький слой, это же мало будет, надо же выше, но точно, я не знаю, я ни разу этого не делала. Потом, кабель нужен какой-то определенной марке, или есть ассортимент большой? Вот если бы кто-нибудь написал марку кабеля, я была бы очень благодарна. Также прочитаю все советы, даже те, у которых нет греющего кабеля, ну, кто имеет какие-то соображения, что какие-то практические советы. Я вот пока мужа попросила, сделала вот эти короба, и я сижу, ну, я не сижу, конечно, я просто захожу, смотрю, что делать с этими коробами, как укладывать кабель, какой кабель, как его вообще, ну, короче, я ничего не знаю. И вот в этом случае мне очень нужна ваша помощь, потому что я знаю, что очень много умных, сообразительных, добрых, отзывчивых людей, может быть, кто-то мне поможет. И на будущий год я, несмотря на то, что живу в сибирском регионе, возможно, получу уже спелые томаты в мае, как получается это у людей, у кого греющий кабель уже есть. Ну и все. Нельзя в теплицу, потому что они от сырости могут замкнуть. Наговорили таких ужасов. Потом я одного нашла продавца, который сказал, что можно, оказывается. Ну, они, можно сказать, как у них очень маленький объем знаний насчет теплиц у нас, потому что это не распространено, их не обучают для этого. И вот эти теплые пола и теплые греющие кабели у нас применяют только при строительстве домов. В теплицах никто не знает, никто ничего не может посоветовать. Время не буду отвлекать, много жду от вас советов, помощи. Ну, а следующий ролик буду объяснять своим, снимать сейчас только для своих заказчиков. Все, до свидания.